Я из японского центра СФУ, преподаю японский язык и сегодня очень хочу рассказать вам про синтеистские мифы, божества, понятия и так далее. Нас сегодня не так много, поэтому может те, кто сидит сзади, вы можете легко пододвигаться. Тут вот первый ряд свободен, второй свободен, так что не стесняйтесь, можете поближе пересесть. Ну, если удобно так, то и без проблем. Собственно, давайте, наверное, начнем нашу с вами лекцию. Вот скажите, пожалуйста, вот вы знаете, что такое синтеизм? Наверное, когда думали приходить на лекцию, пришли, потому что совсем ничего не знаете и хотели узнать? Или, может быть, хотите подискутировать или узнать какие-нибудь детали? Вообще, в принципе, кто-нибудь из вас знает, что такое синтеизм, откуда он взялся? Расскажите, интересно, почему решили прийти на такое мероприятие специфическое, посвященное религии? Да? Слышали? Да, слышали про то, что такая религия в Японии? Ну, в принципе, все так и есть. Да, можно сказать, что это прямо исконная японская религия. Ну, давайте разберемся, откуда она взялась и что с ней происходит, собственно. Синтеизм – это древняя достаточно историческая религия в Японии, которая произошла от… начала проявляться, представляете, как давно? С 300 года до нашей эры и оформилась в 300 году нашей эры, то есть в период 600 лет. Вот, то есть настолько старая религия. И она основана на вере в существование множества богов и духов, которые проживают или локально в определенных местах, например, в разных регионах Японии или мира даже, или большим божествам, таким, как, например, божество солнца, которое встает над всем миром, и его видно всем. Синтеизм также имеет анимистические аспекты, и многие, на самом деле, сравнивают его с шаманизмом или с язычеством. Если хочется сравнить с какой-нибудь другой религией, то похож скорее вот на эти. И есть убеждение, что духи пребывают в естественных, неодушевленных предметах или в одушевленных, в живых существах. То есть фактически духи пребывают во всех вещах. Для синтеизма первоочередная задача в том, что человек должен жить в гармонии с природой и не вредить ничему, чтобы не навредить себе. И синтеизм можно... Сейчас. Синтеизм, само слово синтеизм состоит из корня «шинто», которое переводится дословно как «путь богов». На самом деле, именно эти иероглифы, те, кто изучают японский, могут посмотреть, кто не изучают, они дословно так и переводятся «дорога богов», то есть «богов-дорога», наоборот. И эти иероглифы на самом деле не были в письменных источниках, когда зарождался синтеизм тогда, вообще не существовало письменных источников. Но в дальнейшем эти иероглифы несколько раз менялись, их заменяли другие иероглифы, то есть название религии, можно сказать, было неустойчивым и все время менялось в зависимости от того, в каких источниках появлялось это название. И именно название «синто» пришло из, вы не поверите, Китая, не из Японии. То есть древние китайцы описывали японцев, наблюдали за ними и описывали их жизнь, быт, религию в хрониках народа Ва, так называемых. Народ Ва так называли китайцы японцев. И так как у китайцев была более развита культура, письмо, религия и прочее, то за японцами они скорее наблюдали с интересом, чтобы узнать, как развивается молодая такая культура. И они назвали их религию «синто», вот этими иероглифами. Те, кто, может быть, изучают японские, знают или вообще, в принципе, что вообще-то иероглифы – это не японская штука. Иероглифы произошли из Китая, японские иероглифы произошли из китайского языка. И, соответственно, японцы не могли никак описать, так как у них не было письменного языка, они могли описать иероглифами название своей религии. Ну, можно сказать, китайцы это сделали за них, а японцы переняли, потому что им понравилось, как это звучит. Вот путь богов, божественный путь. Также здесь вот есть картинка, у нас там еще плазмы есть, на них, наверное, тоже видно. Это ворота. Возможно, вы знаете, как они называются? Это самый известный символ синто. Кто-нибудь знает, как они называются? Тории, правильно. Да, эти ворота называются тории. Это известная вещь. Почему это важно? Потому что как раз тории — это и есть путь богов. Ворота эти стоят на входах в главные святыни или в храмы для того, чтобы боги, камни, незримые божества природы могли попасть в этот храм через эти ворота. То есть они не могут просто прилететь по воздуху, им нужен вход. И вот эти тории — это как раз-таки путь богов, вход в храм для того, чтобы божества могли туда попасть. И люди, которые веруют в синтоизм, они также, конечно же, должны проходить через эти ворота, когда заходят в храм, и выходить через них. Хоть, конечно, их можно легко обойти, как вы видите, но считается, что это дурной знак. И так делают только грешные люди запятнанные, которые не хотят, чтобы на них свалилось какое-нибудь плохое проклятие. Вот. Ну, на самом деле синтоизм, хоть я и говорю, что это религия, это и есть религия, но это не религия в классическом понимании этого слова. То есть, скорее, это философия о том, что нужно жить вместе с природой, нужно не вредить природе, вещам, друг другу. И идея эта основана на неканонических текстах каких-то или каком-нибудь... каноничный текст, например, как Библия, или как конфуцианство, где основано на одном персонаже, человеке, который являет собой начало этой религии. Но, скорее, это сбор, сборник такой локальных верований, которые вместе складываются в одну большую религию. То есть, люди, находясь в своем локальном мирке, например, в своей деревне, веруют, что вокруг них существуют духи. Например, вот в этом большом дереве, а еще в том вулкане, который иногда просыпается, и это нехорошо, также в дожде, который орошает их поля и так далее. И у каждого, можно сказать, региона, деревни были свои божества, вот эти маленькие или большие, которые помогали им справляться с жизнью. И, собственно, вот этот сбор всех вот этих верований по всей Японии, собственно, и составляют вот эту одну большую религию. И варианты поклонения очень сильно различаются в зависимости от святыни и божества. Я дальше расскажу поподробнее. И, ну, как и сказала, конечно, главное – это духи природы, самое главное, что есть в синтеизме, и также духи предков. То есть, это умершие люди, которые еще не отошли дальше, а присутствуют в жизни. Ну, и эта религия, нужно сказать, что она очень либеральная, она нацелена на создание всеобщего блага и гармонии с природой больше, чем навязывание этой религии другим странам, государствам. И поэтому она очень, на самом деле, хорошо уживается с другими религиями. Самая главная религия, с которой она живет, на самом деле, до сих пор рука об руку – это, может, знаете, какая есть вторая религия в Японии? Какая? Буддизм. Буддизм, конечно. Буддизм. То есть, буддизм и синтеизм, можно сказать, очень сильно связаны между собой. Тоже об этом и расскажу. Ну, собственно, да, не имеет синтеизм создателя или точки зарождения во времени, только вот период такой. И, в принципе, можно сказать, что это больше как философия, чем религия. Посмотрите, узнаете этого человека, может быть, видели по телевизору. Это император, новый японский император Нарухито. Почему он здесь? Потому что, на самом деле, если мы начнем рассматривать мифы, обязательно их рассмотрим сегодня, на самом деле, самым главным божеством является божество Солнца в Японии. И, собственно, поэтому на японском флаге нарисовано красное солнце, потому что главное божество Солнца. То есть, японский флаг тоже происходит из синтеизма, можно сказать. И почему император? Император считается потомком Солнца, потомком божества Солнца. У него даже есть титул «Тенно», это значит «небесный сын». И даже сейчас, в современном мире, этот император взошел на престол не так давно, император Нарухито. И каждый раз, когда император восходит на престол, проводится специальная божественная синтеистская церемония, как раз с нее и фотография поклонения богине Солнца. Он просит, император просит у богини Солнца снисхождение, помощи, благодати и всего другого хорошего. Ну и, в принципе, религия развивалась в разных частях Японии, но самое основное, это, конечно же, то, что император, а также все японцы, имеют связь с богиней Солнца. Это самое основное, что есть, на самом деле, в синтеизме. Хоть там богов и очень много, расскажу вам о них. С императором связано очень много святынь. Самое главное – это храм Исе, который находится в Токио, и ритуалы, которые имеют отношение к императорскому двору. И сам вот этот обряд, который здесь, называется Дай Део Сай. Это обряд возведения императора на престол. И переводится это как «великое благодарение». То есть император благодарит богиню Солнца за то, что она ему помогла зайти на престол, родиться и вообще прожить свою жизнь для того, чтобы стать императором. Вот. Кстати, хоть вы, возможно, знаете, почему этот император взошел на престол? Потому что его отец, предыдущий императора Кихито, в первый раз за всю историю вообще императорского японского правления, он отказался от престола, потому что он сказал, «Я уже слишком стар, мне, можно сказать, пора на пенсию, я уже не могу исполнять свои обязанности так же прекрасно, как и раньше, поэтому я ухожу». И его сын, вот, император Нарухито, вступил на престол. Несмотря на то, что это вообще достаточно такая современная вещь, и японцы были, можно сказать, немножко, ну не то чтобы шокированы, но удивлены, что вообще такое произошло, потому что император — это не работа, с неё нельзя уволиться. И этот император посчитал, что он духовно уже не способен чувствовать богиню, об этом даже писали в японских новостях, богиню Солнца, богиню императоров, и поэтому он посчитал, что он уже недостаточно хороший император, раз он больше не может общаться с богиней. То есть, несмотря на то, что даже мир современный, и всё меняется, даже теперь император может уйти, получается, когда захочет. Но всё равно, его связь с богиней, его и вообще связь японцев с синтоизмом, она очень сильна. Её, конечно, никак пока нельзя разрушить, поколебать. Современные японцы, на самом деле, их религиозность уже никак не связана с императорской тематикой. Они, конечно, празднуют праздники, связанные с этим, например, день рождения императора, но японцы, можно сказать, уже не так яро, как в прошлом, верят, что император произошёл от богини Солнца. Японцы скорее, если японцы синтоисты, то они скорее верят не в императора, а именно в окружающих их духов. То есть, у каждого человека есть вокруг те камни, в которых он верит и которых он уважает. Но, конечно, многие японцы в жизни даже никогда не ходили посмотреть на императора. Это почти как у нас президентцы, то есть, ну, они знают, что он существует, смотрят на него по телевизору, но не более того. Хотя есть большие обряды, например, на день рождения императора, на Новый год, когда он выходит и показывается людям. На самом деле, посмотреть на императора очень сложно, потому что он обычно в своём дворце находится. Именно из-за синтоистских верований ему нельзя, чтобы на него все всегда смотрели, потому что его так можно запятнать грязными взглядами, словами и так далее. Поэтому он сидит у себя в дворце обычно и показывается только на важные религиозные праздники. Ну, так вот, раньше считалось, что увидеть императора – это большое счастье, благословение, потому что это частичка самой богини. Но сейчас всем уже, можно сказать, всё равно, и все занимаются больше своими домашними верованиями, тем, что находится вокруг, может быть, святыни, которые находятся возле дома. То есть это всё стало очень локально. Ну, хотя на самом-то деле все всё равно знают, что японцев часто считают, возможно, высокомерными. Это всё тоже происходит из-за императора, из-за синтоизма, так как император – он внук богини Солнца, а японцы – это дети первого императора Дзиму, которых он тоже, можно сказать, породил. И поэтому каждый японец – это тоже немножечко несёт в себе частичку богини Солнца. Поэтому они, можно сказать, не совсем люди, а чуть-чуть-чуть-чуть божественные люди. А все остальные мы гайдзины, иностранцы, мы – нет. И поэтому есть такое, что японцы немножечко относятся с точки зрения религии к иностранцам высокомерно. Это всё тоже из-за синтоизма. Ну, конечно, чем дальше будущее, тем молодёжь особенно забывает это всё. Но, в принципе, все знают, что вот император, он тоже связан с богини Солнца. Ну, давайте, собственно, обсудим про буддизм. Буддизм, вы сказали, что вот он есть в Японии. Действительно, это две большие-большие религии, которые существуют в Японии, самые основные. На самом деле, так же, как и у нас, в Японии много религий. Есть и христианство, есть и католичество, есть и мусульманство, есть. Всё есть. И эти все мечети, церкви тоже существуют. Но они, конечно, не так широко распространены, как, например, синтоистские и буддистские храмы. Часто даже сложно отличить синтоистский – это храм или буддистский в Японии, потому что они связаны между собой. Сейчас расскажу, почему. Буддизм вообще... Вот синтоизм мы решили, что он был где-то в начале нашей эры, появился. А буддизм в Японии появился не сразу, а буддизм в Японии появился в VI веке. И пришёл из Китая. Так же, как и иероглифы, знания о том, как правильно строить дома, инфраструктуру, храмы. В общем, китайцы, когда стали с японцами в VI веке союзничать, им дали очень много ценной информации о том, как жизнь жить правильно. Японцам это всё понравилось, они это всё переняли. И язык, и градостроение, и в том числе религию, то есть буддизм. Но у японцев уже был синтоизм. Но японцев это нисколько не смутило, потому что, как мы уже обсудили, синтоизм – это очень такая свободная религия, которая ни от кого ничего не требует. И буддизм, он, в принципе, тоже совсем не агрессивный. Поэтому эти две религии очень спокойно вместе ужились. И, собственно, эти системы не были никогда в оппозиции между собой. И буддизм и синтоизм, они нашли взаимное пространство, чтобы бок о бок процветать на протяжении многих веков в Древней Японии. На самом деле, что официальное разделение религий на вот эти две – синтоизм и буддизм – произошло только в XIX веке. Это совсем-совсем недавно. А до этого это была одна большая религия, которую японцы называли Рёбу-синто или Двойной-синто. И многие синтоистские боги, Ками, и буддийские бодхи-цатвы были формально объединены. То есть это считалось одной и той же вещью, одними и теми же богами. И в результате изображения буддийских фигур были включены в синтоистские святыни. Некоторые синтоистские святыни, наоборот, управлялись буддийскими монахами. То есть это всё объединилось. Ну и, собственно, вот толерантность этих двух культур позволила им вместе существовать. И даже до того доходило, что даже средства на возведение буддийских статуй давали синтоистские храмы. И во многих синтоистских храмах есть эти статуи Будды. Ну и, собственно, хранились синтоистские святыни или буддийские сутры и в одних, и тех же храмах. И так формировалась синто-буддийская религия. Могу вам привести пример интересный. Это наш любимый Дарума. Тот, который бывает на наших мероприятиях или у нас. Их точно видел, их у нас много, целых штук, я не знаю, 10. И они очень хороший пример для вот этого, собственно, рассказа про синтоизм и буддизм. Потому что Дарума – это на самом деле буддийская святыня. Дарума – это, сейчас я вам точно скажу, как называется, он точно называется Бодайдарума. И Бодайдарума – это перевод имени Бодхидхарма. Это буддийский монах, который 9 лет медитировал, глядя в стену. И он так долго сидел, ничего больше не делая, только медитируя, что, чтобы его пробудить, ему отрезали веки. И потом, когда он пробудился от медитации, он не мог встать, потому что у него отказали ноги и атрофировались руки. И, собственно, вы можете увидеть, да, что вот этот с выпученными глазами кругленький человечек, у него тоже нет ни рук, ни ног. То есть это воплощение буддийского монаха Бодхидхармы. На самом-то деле, хотя это вроде бы синтейская кукла. Кукла Дарума, ее еще называют неваляшка. Если ее поставить на пол и хорошенько ее, не знаю, толкнуть, то она встанет на место, так же, как обычная неваляшка. К сожалению, наша – это такая выставочная образец, поэтому у него тут такие острые углы, он не встанет. Но нормальная Дарума встала бы на место. Почему у него такие глаза? Я думаю, возможно, все знают. У него, видите, глаза нарисованы краской, как будто какой-то другой. Этого Даруму, вообще он из Японии, настоящий, и их вообще обычно покупают в как раз-таки синтаистских храмах, не буддийских. И их покупают на Новый год. Этот праздник называется Кайганщики, то есть церемония загадывания желаний. И когда вы приходите в храм на Новый год, а японцы очень любят ходить в храм на Новый год, 1 января, они приходят и на этой церемонии покупают вот такого Даруму. Он абсолютно без глаз, ну, то есть глаза есть, зрачков нет. У него нет зрачков, и его нужно купить, принести домой, нарисовать ему один глаз и загадать желание. И он стоит целый год на семейном алтарике, про который я тоже дальше расскажу. И, ну, как бы просто радует вас. Вы ждете, исполнится ли за год ваше желание. И если ваше желание исполнилось, вы рисуете ему второй глазик и радуетесь жизни. Оставляете его себе дома навсегда. Вот у нас в японском центре их много, и у всех есть глазики, и поэтому они приносят удачу, потому что они уже исполнили желание, и маленькие, и большие. Но бывает так, что желание не исполняется. И тогда ему тоже рисуют глаз, но уже не дома, а в храме, и сразу же бросают в ритуальный костер. Они сделаны из... Наши сделаны из папье-маше. Их обычно делают из разных материалов, но из того, что горит. Вот. И их сжигают, собственно, в храме. Вот. Это один из главных атрибутов, на самом деле, японской, можно сказать, синтеистской религии. То есть, по крайней мере, все, кто знают про, может быть, синтеизм немножко, или хотя бы видели эту штуку, знают, что она связана с Японией, а не с Китаем, например. Вот. Хотя это, можно сказать, буддийский символ. Вот. Хотя в синтеизме, на самом деле. То есть вот так вот сплелись религии. А, кстати, еще интересная вещь. Смотрите, вот у него есть глаза. Но сейчас у нас есть такая тенденция в мире, и что много кто может оскорбиться из-за чего-нибудь, толерантности и так далее. И в Японии это тоже было, представляете, из-за Дорумы. Была такая интересная история, что в 90-х годах, 1990-х, недавно, в общем, сказали, что Дорума – это плохо, что их нужно ликвидировать, потому что когда у них нет глаз, а их продают без глаз. В этом вся суть. Вот. И их нужно ликвидировать, потому что когда вы его покупаете без глаз и потом сжигаете, это дискриминация слепых. Вот так вот сказали. И, ну, в общем, общество японское, значит, с этим как-то было не особо согласно, но вот группа журналистов на этом наставила. И в итоге, чем все закончилось? С тем, что если вы сейчас будете просто в интернете, например, искать фотографии, там, напишите Дорума, и вот фотографии, которые вам выпадут, это будут практически 99% фотографий, будут все Дорумы, как наша, с нарисованными зрачками. В общем, договорились до того, что Дорумы запрещать не будем, но не будем постить в интернет или выкладывать там в журналы, газеты, печатать фотографии Дорум без зрачков. Вот. Теперь все Дорумы должны быть со зрачками, потому что тогда они не слепые, и значит, это не дискриминация. Будем сжечь их со зрачками. Вот тогда слепые не пострадают и не обидятся. Вот даже вот такое было. Давайте, наверное, перейдем дальше. Вот. Я думаю, что, в принципе, кто-нибудь из вас узнает это животное? Это... Кто-нибудь скажет, как ее зовут? Да? Кицуне или... Еще есть одно название. Правильно, да, правильно. Это спутники Инари, Кицуне. Или их иногда даже самих называют Инари. Она может превращаться в лесу, и тогда ее называют Инари. Вот. Сейчас расскажу про нее. Да, сопровождают, конечно. Они... Видите, у нее такой красный воротничок? Это не для красоты, это специально освещенный религиозный предмет. Но, собственно, я хотела рассказать про святилище, что мы уже выяснили, что границ этой религии определенных не существует. И, в принципе, общим, самым главным является вера в камень, божества, которые японского происхождения, не китайские божества, но вот они существуют где-нибудь в природе или в предках. Ну, и с точки зрения японцев любой природный объект, будь то камень, вулкан, водопад, река и так далее, имеют свое божество, свое камень. Часто даже в Японии можно увидеть на каких-нибудь больших толстых деревьях, или камнях, которые торчат где-нибудь посреди поля, религиозные символы, например, канатики или даже талисманы. Это значит, что предполагается, что в этом природном объекте живут камень божества или один камень, божество этого объекта. То есть их очень много, и у них даже не у всех есть свои имена. То есть мы просто предполагаем, что в каком-то объекте живет дух, и этому объекту вредить нельзя. Ну, и синтоизм, в принципе, на самом деле религио-ведами определяется как достаточно примитивная религия, потому что она не очень организована. И в синтоизме нет развитого богословия по очень интересной причине, что все молитвы, которые происходят в синтоистке, они запоминаются на слух, потому что в синтоизме считается, что если молитва записана на свитке, то есть словами, то она теряет свою силу. То есть записывать нельзя. Можно сказать для историков, но в религиозных целях ничего не записывалось, и, можно сказать, с бумажки не читалось. Поэтому можно сказать, что мало их сохранилось, потому что сложно передавать из уст в уста так, чтобы всё-всё-всё не потерялось. Ну, вот поэтому считается, что раз нет такого письменного, такого богословия, то эта религия считается достаточно примитивной. И также, так как важная часть веры — это поклонение природой, тоже немножко нас наталкивает на мысль, что это такая достаточно древняя примитивная религия. Но, однако, в принципе, сейчас уже, судя по современности, нельзя сказать, что эта религия такая уж и примитивная, потому что в ней есть разные понятия. Например, божество Ками. Что интересно, Ками хоть есть и везде, дальше обсудим, можете пока подумать, сколько, как вы думаете, Ками в японском синтоизме, сколько вот их штук, может, пять, пять тысяч или ещё сколько-нибудь, подумайте пока. Вот. Ну и, собственно, что интересно, что их, сколько бы их ни было, Ками, то среди них на самом деле очень-очень мало ярко-хороших и ярко-плохих. Они почти все нейтральные. То есть они все могут как помочь, так и навредить, в зависимости от того, как вы будете к ним относиться. Поэтому и важно хорошо относиться к природе, потому что навредите и будет вам нехорошо. А наоборот, поклонитесь этому Камню, может быть, вам потом повезёт дальше. Ну и если вы будете плохо относиться к Ками, то это приведёт к греху. Хоть и нет понятия греха как такового в синтоизме, но есть понятие загрязнения. И есть скверна, которая на вас, можно сказать, прилипает, навешивается, если вы совершаете плохие действия по отношению к Ками или по отношению к духам предков, или к природе, или к ещё чему-нибудь. Ну и, собственно, конечно же, как и в другой религии, есть как это искупить. Интересный факт, что это религия, в которой смыть себя скверну, на самом деле, достаточно просто. Это омовение. То есть японцы, как и у себя дома, очень любят, так сказать, мыть руки, умываться. Это не только из-за гигиены, а ещё из-за синтоизма. А также в храмах, вот здесь вот храм, если бы тут было видно, дальше будет другой храм. Там есть такое, можно сказать, специальное место для омовения, такая длинная квадратная катка с водой, со специальным ковшиком. По приходу в храм нужно обязательно омыть руки, чтобы не принести в этот храм скверну. И, можно сказать, таким образом вы себя очистили. Вот, ну, собственно, нарушение правил при общении с божествами может привести к такому плохому исходу, как скверно. Ну, а на самом деле, почитание самих божеств осуществляется не самими японцами. Они, конечно, могут за них порадоваться, их поуважать, им помолиться, но сами богослужения проводятся специально обученными людьми в храмах, священниками, в святилищах, которые называются джинджа. Эти святилища, синтаистские храмы, называются джинджа. Там есть священники, там есть жрицы, которые занимаются общением с богами. И также для людей обычных, простых, смертных, если они уж очень хотят приобщиться, достаточно часто в Японии проводятся мацури. Возможно, те, кто, не знаю, смотрят фильмы японские, аниме, или учат японский, знают, что мацури – это большой праздник, который часто проводится не на весь город, как вот у нас День города, например, а локально в каком-нибудь районе, в каком-нибудь маленьком местном храме или не очень маленьком. И туда просто приходят люди, когда у них есть свободное время, например, в этот вечер, и в храме проводится этот мацури. Во время мацури совершаются богослужения, можно услышать ритуальную игру на барабанах, ритуальные танцы кагура посмотреть, купить, возможно, амулеты, покушать вкусненького, поиграть в игры. То есть, в принципе, для японцев это скорее не молитвы и служение богам, а они просто приходят на их территорию, на территорию камеи, то есть в храм, чтобы заняться там чем-нибудь веселым, порадовать богов тем, как они сами себя хорошо чувствуют. Ну, возможно, почтить, оставить пожертвования в храме или купить амулеты. То есть, в принципе, здесь нет больших таких ритуалов, которые японцу простому нужно проводить для того, чтобы его боги заметили. Это не обязательно. Ну и в Японии около, на самом деле, 80 тысяч разнообразных вот этих джинджа, святилищ от очень маленьких, которые и правда маленькие, крошечные, управляются одним каким-нибудь синтеистским служителем, служителем, или больших, которые могут даже целый город в себя привлекать, как в Токио, например, или в Киото. Очень много больших святилищ. Вот, их около 80 тысяч. Ну и, собственно, как сказала, уже есть и большие природные объекты, которые тоже считаются святилищами. Например, гора Фудзи, про которую мы все знаем, это тоже, на самом деле, синтеистское святилище, очень-очень большое, потому что у горы Фудзи тоже есть свой камень, потому что не может быть, чтобы в такой большой горе, имеющей большое значение, не было своего камня. И у нее у подножия, и на вершине тоже есть маленькие святилища, и внизу большое, наверху поменьше, которые являются тоже вполне себе полноправными святилищами. Вот. Ну и, собственно, самыми простыми святилищами являются просто маленькие каменные такие столбики, в которых наверху нечто похожее на пустой фонарь, в которых можно зажечь благовоние или положить какое-нибудь свое подношение, например, стаканчик саке поставить или какую-нибудь вкусняшку положить в современных условиях. Вот. То есть это даже может быть просто горка камней. Это тоже считается синтеистским святилищем. Вот. Ну и самое важное, конечно, синтеистское святилище во всей-все-все Японии – это великая святыня храм Исе, в котором вот как раз-таки был император на фотографии. Это святилище самой главной богини Аматерасу. Ну и давайте, собственно, про Инари. Разговор зашел. Инари – есть такое синтеистское божество. Ему посвящено… Оно не самое главное, конечно, в японском пантеоне, но есть у него… Вот святилищ у нас 80 тысяч примерно по всей Японии. Так вот, треть из них посвящены Инари. Поэтому этих лисичек везде очень-очень много у разных храмов синтеистских. И почему? Потому что это божество Инари, его изображают и как девушку, и как молодого человека, и как что-то андрогинное, и часто даже как лису. Потому что это божество, оно не имеет такого четкого, можно сказать, тела, образа. И это божество изобилия, риса, промышленности, успеха. То есть всего хорошего, можно сказать. И многие даже храмы их ставят в статуи вот этих вот лисичек, китсуне. Почему их ставят? Потому что они всегда сопровождают бога Инари. Либо он в виде большого лиса, а и вокруг него много маленьких, либо он в виде человека, и вокруг него все равно много лисичек. Вот эти лисички часто стоят и охраняют вход в храм. Если говорим про современность, что на самом деле, я думаю, интересно, культ Инари, он в принципе был в Японии все время, пока был синтеизм. Но Инари сейчас в современности, в современной даже корпорации большие, тоже ей, ну не то чтобы поклоняются, а почитают ее. Например, корпорация Шисейдо, которая делает косметику японскую, а у нас тоже продается, могли слышать. Они чтут Инари в качестве своего главного божества. И на всех больших офисах Шисейдо наверху стоит статуя вот этой лисички, даже вот в современной Японии. Так, ну собственно, давайте уже ближе к божествам. Вспомнили, сколько богов? Я переключила и забыла вас просить. Богов, на самом деле, общее число богов тут немножко зашифровано иероглифами. Вот, 3132 бога внизу написаны имеют название, имеют имена. А на самом деле богов, вот эта вот цифра, вот эта вот. И здесь написано 8 сотен по 10 тысяч раз. То есть это 8 миллионов. Примерно 8 миллионов каме во всей Японии. Но не все из них имеют имена, потому что некоторые просто живут в камнях, в деревьях, и у них нет официальных имен. Ну вообще, откуда мы знаем про синтоизм? Самое, наверное, первое это вот эти хроники о стране Ва, так называли китайцы японцев, и они про них написали, во что верят наши странные соседи. А летописные своды уже японские были уже написаны после 6 века, когда была письменность заимствована у китайцев. Это кодики и нихонщоки. Это название летописей. Кстати, наша библиотека, в которой мы сегодня устроила выставку японских книг про синтоизм тоже. И вот там вот в самой середине стоит книжка кодики. В принципе, можете взять, почитать. А также мне сказали, что тут есть архив, из которого можно брать книги. То есть посмотрите, пожалуйста, если интересно, почитать. Вот кодики есть, прямо здесь тейп. В принципе, они переведены на русский язык, так что можно и почитать. Ну, это очень старые книги, написанные в 7-8 веке, и поэтому, возможно, читать их тяжело, но очень интересно. И вот в них как раз обозначено количество богов, сколько их. Ну, и, собственно, существуют вот два произведения, которые больше всего описывают божества и легенды, которые мы сейчас разберем. В чем между ними разница? К сожалению, для исследователей в этих двух в кодике Нихон-Щёке написано неодинаково. То есть многие исторические источники между собой противоречат. И, например, мифы, которые описаны в кодике, они были написаны раньше, чем Нихон-Щёке. Нихон-Щёке была написана попозже, и некоторые мифы были изменены. Поэтому, возможно, если вы что-то слышали и сегодня услышите, что оно по-другому, это не потому, что вы слышали неправильно, а потому, что есть несколько вариантов. Мы сегодня рассмотрим вариант из кодики, то есть самый первый, самый древний, потому что мне кажется, что он интереснее, хотя на самом деле они все интересные, просто в некоторых из них есть детали более яркие и так далее. Но, в общем, они оба признаны, как можно сказать, верные, то есть не то, чтобы какое-то одно правильнее, чем другое. Акс не сказала, что кодики переводятся как записи о деяниях древности, а Нихон-Щёке переводятся как анналы Японии. Вот. Может, можно... Вот. Смотрите, в принципе, в синтеизме есть несколько божествых явлений, их расписал японский следователь Око Масао, и самое для нас главное, то, что почитается, и то, что мы уже обсудили, это камень, вот оно под номером 4, божества. Но на самом деле есть еще другие понятия, а главное, ну, то есть главное понятие, это, конечно, камень. Есть еще моно, это переводится как вещь, и оно присуще природным объектам или человеку, то есть все, что есть вокруг нас сейчас, даже вот в аудитории, люди, мебель, там, наш Дарума и вот все что угодно, это все моно. Потом есть тама, это когда человек умирает или еще жив, у него есть тама. Тама переводится как душа, дух. И она есть не только у людей и предметов, а, например, у природы. Вот вы можете спросить, как, например, у природы могут быть тама, если у нее есть, так сказать, камень, божество внутри. Вот, например, растет дерево, внутри него же ведь наверняка есть камень. Вот неправильно, потому что в многих природных объектах еще пока нет камень. Они еще недостаточно набрали в себя жизненной силы и мудрости, но у них есть душа, конечно, у всего есть душа. Вот, она называется тама. Возможно, если это дерево еще постареет, помудреет, его там, возможно, почти свалит каким-нибудь штормом, вот тогда внутри него зародится камень, божество, но не сразу. У него есть тама. Моребито – это умершие люди, которые отошли в иной мир, которые приглядывают, можно сказать, издалека за нами, за своими воспитанниками, да, в общем, наши предки за нами приглядывают. Это Моребито – умершие люди. И также небесные тела и стихии на самом деле они считаются отдельно, они не принадлежат камень, есть и божества, но, в принципе, стихии, они считаются отдельно, и их особо, можно сказать, не то чтобы чтят, а просто есть камень, которые за них отвечают. Но сами по себе они отдельно. Например, дождь – это не камень, просто дождь, но есть Бог, который сделал так, чтобы этот дождь пошел. Ну и, собственно, переходим уже к интересному, наконец-то, как, собственно, по синтаизму зародился мир и какие были главные, основные божества. Собственно, как, наверное, во многих религиях мира, не могу утверждать, но, наверное, сначала не было вообще ничего, был только хаос, темнота и, в общем, пустота. И сначала не было божеств, которых мы могли бы прямо как-то назвать, были неявленные божества. Их не было видно, но они, наверное, существовали, так считают, в синтаизме, которые влияли на то, чтобы мир произошел. Ну и, собственно, в один прекрасный момент из облака, видимо, облака космической пыли, потому что не было тогда неба и облаков, произошло, родилось нечто, подобно тому, как впервые выходит из жижи тростниковая почка и превратилась в человека. И это нечто было похоже на плавающий жир и родилось, становилось в центре неба. Ставшее из него божество, которое было похоже на человека, именуется кунино токотачи номикото. У многих божеств в конце есть приставка номикото, это значит божественник. Ну и, собственно, то есть божество появилось из ниоткуда. Можно сказать, оно просто возникло, когда всем захотелось, чтобы что-то появилось или неявленные божества его создали. Ну и после этого начинается одна большая синтаистская история. Для начала появился вот этот один бог, который из облака, из жижи, и он создал главных пятерых богов. Их, собственно, было пять, и я вам скажу, их звали Амэноми на кущино камми, это был главный бог. Такамимусухино камми, бог завоевания и господства, Камимисухино камми, бог рождения, Умаси Асикабиха икою но камми, это бог земли, и Амэно токотачи но камми, бог неба. То есть вот такие главные завоевания господства, рождения, неба и земли. Вот эти вот пять богов, их называют небесные боги, и на самом деле про них в синтаизме легенд почти не сохранилось, потому что это как раз те времена, когда синтаизм только зародился, и не было письменных источников, и потому что и языка не было нормально, чтобы записать, и плюс это было немножко запрещено, потому что нужно было передавать из уст в уста. Поэтому мы знаем, что они существуют и как и звали, но мы особо не знаем, чем они занимались, кроме того, что они были. ну и дальше вот эти вот пять богов, у них был внук, который впервые сошел на землю, то есть эти боги существовали не на земле, а где-то, но вот на землю сошел их внук, его имя известно, Нинигино Микото, он сделал много чего интересного, мы сегодня его особо рассматривать не будем, но он на самом деле можно сказать создал много чего, например, землю, не Японию, Японию создали другие боги, но он в принципе сошел на землю и посмотрел, что там есть твердая почва, что там можно делать то, сё, пятое, десятое, и он что сделал? Он был создателем двух главных богов в японской мифологии. Да, тут написано, хотелось спросить, знаете ли вы, как вы их зовут, но я думаю, что вы слышали эти имена Идзанаги и Идзанами, круг мифов Идзумо, это называется. Они самые известные боги в японской мифологии, потому что можно сказать, хоть до них, как мы видели, были другие боги, но именно эти боги положили начало синтеизму и синтеистским легендам, как мы про них знаем, а также это боги, про которых больше всего известно, очень много легенд про них, и про них на самом деле в Японии знают даже дети, потому что есть книжки детские с ними, и мультики много, можете найти где-нибудь в интернете, очень много всяких разных легенд, то есть самые главные два бога это Идзанаги и Идзанами, это были первые два бога, которые хоть до этого они выглядели как люди, вот эти пятеро богов, их внук тоже выглядели как люди, но они были скорее как, знаете, аморфные человеческие формы, то есть они не были настоящими, так сказать, людьми, а Идзанаги и Идзанами были мужчиной и женщиной, они почти как Адам и Ева, можно сказать, в синдоизме, хотя, конечно, нет, вот можете на них посмотреть, они тут красивые, и в принципе они занимаются самым главным, что они сделали в своей жизни, созданием японских островов, что интересно, то первое поколение богов, те пять драгоценных богов, они призвали этих двух, Идзанаги и Идзанами, чтобы они создали, сотворили землю под ними, и им была дана украшенная драгоценными камнями нагината, это вот это вот большое копье, которое держит Идзанаги, вот, и он стал, они стояли на мосту, на небесном мосту, и смотрели вниз, и думали, есть ли там что-нибудь, есть ли там уже земля, и ничего, они там не видели, только океан, и они вот как раз опустили с этого небесного моста свою вот эту длинную-длинную нагинату драгоценную в море, и немножечко ей там помешали, чтобы понять, есть ли там дно, есть ли там вообще что-нибудь, и когда они стали ее поднимать, капли, она была очень большая, капли, которые на ней были, они упали в море, и так как нагината была не простая, а драгоценная, капли застыли, и появились японские острова, это капли, упавшие с этого копья, по японцам кажется, что японские острова, на самом деле и правда, похоже, как будто их вот так набрызгали, как будто бы с кисти упали капли, японских островов, если кто не знал, 4 тысячи, на самом деле, их не 4 штучки, их много, ну и поэтому это действительно как будто много разбрызганных капель, извините, ну и собственно, что они сделали, они создали японские острова, и они опустились на них, чтобы посмотреть, как получилось, и они опустились на острова, поняли, что земля крепкая, что в принципе здесь можно находиться, и они поставили огромный столб на земле, и что они сделали, они решили, что так как они два бога, которые были мужчиной и женщиной, они решили, что им нужно стать прародителями и насоздавать новых богов, но просто так нельзя, поэтому им сначала нужно было пожениться, и они стали, они поставили большой столб, и стали вокруг него, Идзинаги пошел в одну сторону, Идзинами пошла в другую сторону, и столб, видимо, был настолько большой, что они шли некоторое время, и когда они встретились, Идзинами сказала, как прекрасно, я встретила прекрасного юношу, вот, а Идзинаги, он в ответ разозлился, потому что он сказал, что вообще-то это наша свадебная церемония, и не гоже, чтобы женщина первой говорила, я должен, значит, первым сказать, вот, если вы не знаете, то в Японии достаточно долгое время был сексизм, вот, но это, в принципе, из мифов происходило, но, он, значит, разозлился, но все равно у них не было выбора, вот, и поэтому они стали создавать новых богов, но, к сожалению, дети, которые у них родились, были очень уродливыми, очень страшными, и не могли, то есть, у них были вывернуты руки не в ту сторону, у них были уродливые лица, и они не могли понять, почему так произошло, и, собственно, они обратились к великим богам, которые их послали на японскую землю, и спросили, что же такое, что же не так, мы вроде бы все сделали правильно, но им сказали, нет, сделали вы все неправильно, потому что во время свадебной церемонии первой заговорила женщина, нужно переделать, они опять пришли к этому столбу, и стали опять вокруг него идти, и когда они встретились во второй раз, то уже Идзенаги, первый, сказал, как прекрасно, я встретил прекрасную девушку, и они опять поженились, можно сказать, переделали, заново, и с тех пор все было замечательно, с тех пор у них стали рождаться прекрасные новые боги, мало того, что они родили много новых божеств, камень, так они еще и родили, ну, можно сказать, родили, создали всякие разные природные явления, например, реки, горы, деревья, вулканы, и вот это вот все, то есть все, можно сказать, после того, как появились японские острова, это была сухая земля, а они родили все остальное, всю природу, которая на ней существует, ну, и, собственно, вот, и родилось множество еще других островов, рек и так далее, но последним из-за нами стала рождать бога огня, который в процессе рождения очень сильно ее обжег, и она заболела, она захворала, и ей было очень плохо, ее муж Идзанаги, он стоял на коленях, плакал, умолял богов, чтобы она выздоровела, ну, то есть тех высших богов, но ничего не получилось, и она ушла в царство Йоми, наверху написано Йоми, это царство тьмы, мы говорим, что она ушла в царство тьмы, но на самом деле она умерла, можно это так сказать, но тогда царство тьмы было неким отдельным местом, в которое можно было прийти пешком, что, собственно, Идзанаги погоревало, решил, что он не может жить без своей супруги, и он пошел в это царство Йоми, чтобы привезти ее назад, оттуда, там царит вечный мрак, там ничего не видно, в синтеизме есть легенда, что сейчас в царство Йоми, конечно же, прийти можно только одним способом, умереть, но прийти пешком никак не получится, но часто, если вдруг вам снятся сны, что вы где-то в темноте, и что где-то что-то светится, кто-то где-то разговаривает, но ничего не видно из-за того, что темно, то это вы попали в царство Йоми, такая вот есть легенда, и самое главное правило для царства Йоми, даже во сне, никогда ничего там нельзя есть, так что будьте осторожнее, если вам в темноте, во сне предлагают еду, вот, если вы вдруг попробуете еду, царство тьмы, то вы никогда не вернетесь назад, такая есть легенда в синтеизме, так вот, ну, Идзенаги, он, видимо, этого не знал, потому что он пришел туда, и он очень долго искал свою супругу, царство Йоми, оно очень большое, обширное, он ходил, ходил, искал ее, спрашивал про нее, ему все указывали направление, но прошло некоторое время, он ее не сразу мог найти, за это время он там несколько раз покушал, отдохнул, вот, ну, и когда он уже ее нашел, то, собственно, она сказала ему, в темноте ничего же не видно, не забывайте, и он услышал ее голос, она сказала ему, что она останется здесь, потому что она не может покинуть это место, он не понял, почему, и единственная просьба, которую она попросила, это не зажигать огонь, не включать свет, так сказать, и он подумал, что она говорит это от того, что она боится огня, так как огонь ее убил, можно сказать, но и, ну, он стал ее успокаивать, что думал, ничего страшного, сейчас только вот подсвечу, и мы отсюда выйдем, потому что будет видно, как идти, и когда он зажег свет, в смысле факел, он увидел, что она не та прекрасная дзинами, которую он любил, а она уже гниющий труп с личинками и отвалившимися конечностями и страшным лицом, потому что она пробыла там достаточно долгое время, вот, и уже осквернила себя настолько, что она уже не могла вернуться, но он очень испугался, когда это увидел и стал оттуда убегать, так как у него уже был с собой факел, он видел, куда бежать, и, но она, можно сказать, она обиделась от того, что он так отреагировал, и она бросилась за ним в погоню, вот, он выбежал из царства Йоми и закрыл вход огромным-огромным булыжником, поэтому теперь туда нельзя попасть, но она была по другую сторону булыжника, пыталась его вытолкнуть, но у нее не хватало сил, и она кричала на него, что выпусти меня, ты же пришел забрать меня, почему, мол, ты убегаешь, но он был настолько испуган, настолько шокирован, что он не мог ее выпустить и не хотел, наверное, уже, но он ей крикнул, что нет, ты остаешься там навсегда, я тебя не выпущу, я тут закрыл выход, но она сказала, что если ты так сделаешь, то я каждый день буду убивать тысячу людей, а так как они были боги, они могли это сделать, то есть она могла это сделать не физически, он сказал, что если ты будешь убивать тысячу людей каждый день, то я каждый день буду рождать 1500 новых, и таким образом в мир пришли жизнь и рождение, и смерть, то есть считается, что вот из-за нами, из-за царства Йоми забирает к себе людей из мести, а Идзанаги рождает новых, чтобы пополнить популяцию тоже из мести, в общем, у них получился не очень интересный конец, не счастливый, можно сказать, ну, так получилось, но, как мы помним, что в царстве Йоми нельзя просто понаходиться и вернуться легко назад, Идзанаги там и еды успел покушать, и переночевать несколько раз, в принципе, с ним все было не настолько плохо, как с его женой, но он чувствовал на себе скверну, ему нужно было очиститься, и он пришел к священному источнику и стал снимать с себя одежды оскверненные, драгоценности, умываться, совершать омовение рук, лица, и из каждого кусочка, из каждой вещи, которую он с себя снимал, рождались новые боги, и самые важные боги, которых он, можно сказать, из себя создал, это, когда он умывал лицо, из его левого глаза родилась богиня Аматерасу, это богиня солнца, самая главная японская синтрийская богиня, из правого глаза Цукуйоми, бог луны, и из носа Сусано, это бог не небесного тела, но стихий, то есть он штормов, морей, градов, дождя, и вот, в общем, осадков, можно сказать, и вот эти три бога, и их родители, Идзанаги, Идзунами, и являются самыми главными божествами. Но я думаю, что, в принципе, вы слышали про этих троих, особенно про Аматерасу, самая известная богиня. Да, мы уже обсудили с вами, что Аматерасу это богиня, самая главная в японском синтаистском пантеоне, которая является богиней солнца. Именно из-за нее флаг Японии, это солнце восходящее, и еще она прародительница императорского рода. То есть, чем она, собственно, занимается? Она повелевает небом и солнцем, и она находится на, владычествует на небе, на небесных полях Такамагахара. Такамагахара – это нечто похожее на нашу концепцию рая, это небо, где, или даже нет, наверное, больше на Олимп, то есть, это небесные чертоги, где живут боги, то есть, Такамагахара. Вот она находится там, она там самая главная, и она повелевает небесными телами, солнцем самое главное, небом, и также, конечно же, она отвечает за плодородие, за успех и так далее. Вот. Но еще она сделала важное дело. Она прородила первого императора. Его звали император Дзиму, и он считался ее правнуком. И он был, ну, собственно, первым японским императором, которому, можно сказать, никто не назначал, он просто был самоназначенный, потому что он был почти бог. И вот этот император основал Японию, и основал Японию, и можно сказать, что он породил также японцев. Так как он был бог, он полубог, он мог, как и другие боги, рождать других существ. И вот он как раз родил японскую нацию. И поэтому японцы тоже немножко боги. Чуть-чуть. Ну и вот он, собственно, этот император считается прямым потомком ее, богини солнца. И что интересно, что на самом деле это религия, это верование, это было достаточно долго. Что император произошел от богини солнца, и поэтому его нужно ценить, беречь и так далее. И только в 1946 году, то есть после войны, недавно, под давлением американцев японцы выпустили документ, который называлась Декларация о человеческой природе, и данный документ отверг концепцию того, что император происходит от богини Аматерасу. Но японцы не были бы японцами, если бы не сделали хитрую штуку. Они написали, что концепция так называемого божества в человеческой форме Акицумиками это неправда, что такого больше нет. Но при этом они использовали слово Акицумиками вместо слова Арахитугами. Тут такая игра слов, которая говорит, что японцы специально для других отвергли эту концепцию, но на самом деле Арахитугами это то же самое, просто один иероглиф отличается. То есть они эту концепцию оставили для себя внутри пользования страной, но отвергли для чужих, которые читали бы их декларацию. То есть можно сказать, для японцев ничего не изменилось, но они сделали так, чтобы остальные не претендовали на их концепцию и не говорили им, что вы что-то тут слишком о себе возомнили. То есть они, можно сказать, даже юридически себя немножко обезопасили. И император Сёва, который в то время правил, сказал, что допустимо отрицать, что японцы происходят от богов. Но абсолютно недопустимо отрицать, что император потомок божества. То есть император точно потомок божества. А так как японский император создал всех японцев, то как бы они тоже немножечко, то есть завуалировано получилось. Ну, вот, собственно, о матерасу. С ней связано много легенд, но они все также связаны с ее братьями. Наверное, второй по известности, хоть она богиня Луны, она богиня Солнца, извините, от Сукуеми ее брат бог Луны, но про него очень мало легенд. Больше легенд про ее третьего брата, Сусаноу, который, собственно, небесными телами не заведует, но больше за стихи отвечает. Это на самом деле в японской мифологии считается достаточно вредный бог, хоть мы и говорили, что боги не делятся на плохих и хороших, но на самом деле все считают, что о матерасу она, в общем, прекрасная, светлая, чистая, а Сусаноу скорее вредитель, который нужен только для того, чтобы она на его фоне выглядела более доброй, так сказать. И с ним связано много мифов, и ее вражда с ее братом Сусаноу описывается во многих из них. А самый, пожалуй, известный миф это когда Сусаноу был, в общем, настолько вредным, что он все время доставал своего отца Идзанаги, и отец в итоге не выдержал его бесконечных придирок и отправил его к матери, в страну Йоми, вот в эту страну тьмы. Но, собственно, Сусаноу был не очень-то против туда пойти, потому что он больше любил мать, чем отца, ему больше было блескать мать, чем свет, и он пошел туда. Но по пути в Йоми он решил, что ему нужно попрощаться со своими братом и сестрой Цукуйоми и Аматерасу. Так вот, он пришел на небесные поля, чтобы попрощаться со своей сестрой Аматерасу, и она сразу же заподозрила, что что-то здесь нечисто, что он не мог просто так прийти попрощаться, потому что ей казалось, что он вредный, и она попросила его о честном поединке. Поединок был заключен не в драке, а в том, что они соревновались в том, кто создаст людей красивее. То есть они были боги и могли создавать людей, поэтому это был в принципе такой интересный поединок. И Аматерасу сделала трех женщин из меча Сусано, а Сусано сделал трех мужчин из цепочки кулона своей сестры. И таким образом на самом деле мужчины получились лучше по их мнению. И в общем Аматерасу сказала, что так как я создавала хоть и из твоей вещи, но создавала я, значит и победила я. На что он очень расстроился, потому что это значило, что раз женщин создавал он, а они получились не очень, то наверное он проиграл. И по этому поводу у них была достаточно такая большая ссора. он от злости, Сусано от злости он уничтожил оросительные каналы и испражнился вместе для приема пищи. Аматерасу пыталась это как-то объяснить другим богам, потому что она чувствовала, что на самом деле она его, можно сказать, подтолкнула на эти действия, так как она немножко схитрила. Но в общем она старалась объяснить тем, что он сделал это по пьянству и в общем ничего страшного. Но Сусано в общем это не удовлетворило, что его тут оправдывает сестра, которая его обошла. И он сделал еще хуже, он содрал кожу с пегового жеребца с лошади, а лошадь это священное животное для Аматерасу. И скинул эту лошадь без кожи в ее покои, там где она ткала, там где она спала. И она в общем очень испугалась этого, потому что это было ее священное животное, да и вообще в принципе сам факт. И она скрылась в пещере, которая называется Амано-Ивату. Это называется пещера солнечного бога, переводится. Она скрылась в пещере и закрылась там и не стала выходить. Но не забывайте, это ведь богиня солнца и когда она закрылась в пещере, солнце зашло, случилось затмение. Так японцы объяснили затмение, когда у нас случилась, легенда о затмении. В общем, она спряталась в пещере и отказывалась выходить из-за страха перед своим братом. И все боги умоляли ее, чтобы она вышла, потому что воцарился хаос, все перестало расти, все стало вянуть, стало очень все плохо, страшно. И она отказывалась это исправить, потому что без ее света было невозможно. И они тогда позвали бога, который звали Амэноудзумэ. Это была Аками, богиня, которая в принципе не была такой важной, можно сказать, в пантеоне, но ее пригласили, поставили перед пещерой большой чан, перевернутый кверху дном, и повесили зеркало. И эту богиню Амэноудзумэ попросили, чтобы она на этом чане танцевала. Она танцевала, и так как чан был, видимо, железный, чугунный, от него исходило эхо, как будто бы было слышно, что кто-то стучит обувью по нему, и вообще звуки расходились. И, собственно, Аматерасу стала спрашивать, что же там происходит снаружи. Но ей никто не отвечал, и все только смотрели, как танцует Амэноудзумэ. Она чем больше танцевала, тем больше снимала с себя одежду, чем больше она раздевалась, тем другим богам было, видимо, интереснее наблюдать. И они стали смеяться, хлопать, радоваться. И когда она уже почти совсем оголилась, все боги стали кричать, что ох, ничего себе, мы нашли богиню гораздо лучше, чем Аматерасу, вон она, какая красивая, как танцует замечательно. И Аматерасу опять стала спрашивать, что же там происходит? И ей ответили, происходит то, что мы нашли богиню тебе взамен, в общем, можешь не выходить, ничего. И она сдвинула камень, вышла, а перед ней было зеркало, в котором она увидела саму себя. Она хотела посмотреть на другую богиню, которую нашли, но увидела сама себя. И пока она стояла опешив, закрыли камнем вход и не пустили ее обратно. То есть, можно сказать, выманили ее таким образом. Ну и она вот здесь на слайде, вот этот камень, и она из него выходит, выходит из пещеры и возвращается солнце в мир. В общем, получилось хитростью ее выманить. Ну и собственно, а ее брат, вот этот вредоносный Сусано, на самом деле не такой уж вредоносный, потому что это когда его, когда он сделал такое над своей сестрой, что мир чуть не погиб из-за хаоса и тьмы, его посовещались, и его было решено изгнать. То есть, не просто в страну тьмы, куда он изначально собирался, а вообще к людям, к смертным, то есть, изгнать его с неба. И его изгнали, его лишили волос, у него вырвали ногти, это считалось очень позорным таким наказанием. И кстати, это тоже поэтому, может быть, вы знаете, что у самураев всегда есть такие косички и волосы такие заплетенные в хвостике, и для самурая одним из больших позоров наказаний считается отрезать эти волосы, потому что считается, что в них хранится тама, душа. Ну вот здесь было почти то же самое, его лишили волос, лишили ногтей и изгнали на землю к смертным. Когда он опустился на землю к смертным, он сразу очутился возле домика мужчины и женщины и он их встретил и они рассказали ему, что у них на самом деле беда, вот эти вот люди. И у них было восемь дочерей, но каждый год к ним стал приходить злой дракон, змей, который съедал по дочери каждый год и требовал, чтобы им отдали дочь на съедение. и в общем, у них уже осталась всего одна дочь, последняя, и тут как раз Сусано спустился возле домика. Они попросили его помочь, потому что они знали, что он бог, и они попросили его помочь с тем, чтобы хотя бы последнюю дочь не забрали. и он придумал, как одолеть этого змея. Они сделали бочонок саке, очень крепко поставили, змей, в общем, выпил это саке и, в принципе, заснул, и таким образом змея убили. То есть, всего лишь таким вот способом. И, таким образом, эту дочь ему отдали в жены. Этому Сусано, эту последнюю дочь отдали эти женщины и мужчины в жены. И, на самом-то деле, самое интересное, что сам по себе вот этот вот поступок, он был, конечно, хороший, но после того, как Сусано стал жить среди людей, что он сделал самое главное, он сделал, он научил людей наукам, ремеслам, дал им лекарства, научил, как сажать злаки. То есть, сделал, в принципе, самое главное, что нужно, наверное, человеческой популяции. Вот. Хоть он и был вредоносным таким богом. Вот. Ну и вот это вот Идзумо Тайша, святилище синтоистское. Вот его тут можно увидеть. Тут фонари вот эти большие синтоистские есть. Там внутри ящик для подаяний и для омовения рук. Ну и это святилище, это как раз-таки святилище, самое известное в Японии для бракосочетаний, потому что считается, что вот этот брак с Усано и вот этой последней дочери, которая выжила, которую он спас, это один из самых счастливых браков. и этот Идзумо Тайша, это как раз и есть тот самый домик этого мужчин и женщины, чья дочь это была. Из него позже сделали святилище, в котором проводятся брачные синтоистские церемонии. И, в принципе, Идзумо это известное место для богов. Считается, что раз в год в десятом месяце по лунному календарю все боги собираются в Идзумо, чтобы пировать. И этот месяц называется месяц без богов. То есть, вот такое вот большое святилище очень важное. Можно сказать, породил бог, который всегда считался вредоносным, а в итоге, наоборот, очень даже сильно всем помог. Вот. Ну и, собственно, последний, наверное, бог вот из этой тройки братьев-сестер это Цукийоми. Иногда его называют Цукуйоми. И он, на самом деле, иногда его рисуют как мужчину, иногда как женщину. Тут тоже не очевидно. Вот. Ну и это божество, он назначен страной, где ведает ночь править. То есть, ночной бог. Аматерасу дневная, он ночной. И он, в принципе, не связан особо со всеми историями своей семьи, кроме, пожалуй, одной, когда он жил, на самом деле, на небесах, так как он тоже правил небесным телом, он жил на небесах вместе со своей сестрой Аматерасу. И он, Аматерасу, хоть ее и изображают очень добродетельной и замечательной, на самом деле, у нее тоже были свои скрытые мотивы, хитрости. Ей казалось, что ее брат Цукуйоми, так как он тоже, можно сказать, заведует над небесным телом, над луной, то он наверняка планирует ее свергнуть, чтобы править в одиночестве. Ей так казалось. Он, на самом деле, не планировал. Но она думала, что планирует, и она решила от него избавиться. По некоторым версиям она так не решала. Но, вот, в общем, в Коджике написано, что ей казалось, что он претендует, и она решила его свергнуть. Но он был очень спокойным, и, в принципе, ни на что не претендовал, как вообще такого бога можно заставить, не знаю, куда-нибудь уйти, сделать что-нибудь плохое. Он обычно просто сидел в своем дворце на небесных полях. Но она, в общем, попросила его, чтобы он сходил к богине еды, которую звали Укимочи-нуками, с просьбой. Но богиня еды Укимочи-нуками была достаточно своеобразной, потому что она была, во-первых, очень гостеприимной и всегда хотела всех угостить, потому что богиня еды. Но, к сожалению, у нее не был красивый стол с большинством блюд, а у нее она извергала еду из себя, то есть отрыгивала. И Аматерас узнала об этом? А вот Сукиоми нет. И когда он пришел к ней с просьбой, то она, в общем, решила угостить его едой, так как он был дорогой гость. И она повернула лицо к океану, выплюнула несколько рыб, потом повернула лицо к лесу и изрыгнула изо рта щедрую дичь, и повернула лицо к рисовым полям и откашляла миску риса. И все это ему, в общем, на стол, чтобы он вкусненько поел. Но это показалось ему отвратительным, и он в приступе гнева ее убил. Но, к сожалению, у него не получилось ее убить окончательно, потому что даже ее мертвое тело давало пищу. Хоть она и умерла, прорастали проса, рис, бобы, а ее брови стали шилкопрядом, который стал прести. Но Аматерас, узнав о том, что он ее убил, сделала вид, ну, либо на самом деле разгневалась, либо сделала вид, что разгневалась, и, в общем, изгнала его с небесных полей. Что такой грех недопустим, это же богиня еды, очень важная. Вот. Ну, его изгнали с небесных полей, то есть Аматерасу, можно сказать, завладела всем этим небесным пространством. А ему было в наказании заместить заместить бога еды, и самому стать богом еды, что, мол, даже была такая фраза, что, мол, раз тебе не нравится, как она вела дела, то веди их сам, будет нормально, значит, как сам решишь, так и будет хорошо. Ну, в общем, ему было, так сказать, назначено быть богом еды. Ну, вот, он, собственно, связан с происхождением злаков, растительной пищи и прочей дичи, рыболовства и так далее, охоты. Ну, собственно, вот такие вот истории про троих богов и про их божественных родителей. Но, интересное последнее, наверное, про что расскажу, это домашние алтарики. У многих японцев, в принципе, есть дома маленькие места, такие ниши или просто столики, где, во-первых, обязательно стоят портреты их почивших предков или друзей, к которым относятся так, как будто они находятся здесь сейчас. То есть, например, во время праздников им ставят маленькие подарки перед ними, во время еды им накладывают чашку риса или кладут там котлетку какую-нибудь, то есть, прям как будто бы они едят вместе с семьей. Но, также на этих алтариках есть башки, так как, собственно, богиня Аматерасу, ей прям так обычные простые люди не поклоняются, скорее через императора или просто имея в виду, что она прародила японцев, больше поклоняются богам, которые попроще, поменьше, которым, можно сказать, проще завоевать доверие которых. И самые популярные среди них это вот семь богов счастья. Возможно, вы слышали эти названия. Эбису, удача и трудолюбие, дайкоуку, богатство и покровительство крестьян, хатей, бог доброты, бог долголетия и здоровья еще есть, бог морской удачи и бог богатства и процветания. То есть, вот такие вот замечательные боги, которых можно поставить себе и на полочку дома, и они принесут счастье. То есть, в принципе, как мы уже обсуждали, японцы не очень религиозные, они не читают дома молитвы, но их отношение к религии строится на том, что они просто в своей повседневной жизни, не тратя на это много времени, уважают камни, которые находятся в природе, вокруг них. Ну, среди этого можно выделить вот мацури, про который мы говорили. Это праздник, который происходит, где можно послушать, вот в данном случае тут выступление тайко происходит на Большой башне. Возможно, там еще потом будут танцевать ритуальные танцы, а люди вокруг просто смотрят, наслаждаются, гуляют. Там вот много всяких ларьков, где можно поиграть во что-нибудь или покушать, или, в общем, заняться приятными вещами. Ну, также японцы, в принципе, очень любят ходить в храм, то есть не на мацури на праздник, а именно ходить в храм. Самый главный поход в храм, это, пожалуй, 1 января, это называется хацумоде, когда первый раз приходят в храм за год, чтобы, например, купить даруму, или, например, сделать что-нибудь для своего процветания. Например, очень важно из этого, это купить себе свеженький омамори, амулет. Они есть вообще для всего, и для успешной сдачи экзамена, и для того, чтобы найти первую любовь, и для того, чтобы со здоровьем все было в порядке, и для безопасного вождения. В общем, для всего подряд есть омамори, которые можно легко купить в храме. Так что, в общем, в принципе, японцы не занимаются сами молитвами и прочим. Ну и, наверное, последнее – это праздники. Вот кроме 1 января есть еще важный праздник, день рождения императора, 23 февраля. Он, кстати, сейчас. Он, конечно, с каждым императором меняется, смотря, когда у императора день рождения. Вот у текущего на руки то императора 23 февраля, день рождения. Потом есть еще интересный праздник Сетсубун 3 февраля. Он очень похож на нашу масленицу, то есть он происходит после того, как закончилась зима и скорее изгоняет злых зимних духов. То есть есть разные духи, например, они, так называемые, переводятся как демоны, но на самом деле они не такие уж и вредоносные, они бывают разные. Ну и принято в этот день кушать специальные такие суши, сделанные руками, роллы такие длинные-длинные, которые держат в руках, как бы не порезанные. Это символизирует долголетие и удачу. И в этот день также выходят из дома и бросают горсть красных бобов для того, чтобы изгнать демонов, которые могли здесь накопиться возле дома. И говорят, что демоны прочь, счастье в дом. Такие, ну выкрикивают такие поговорочки. Вот особенно это любят делать дети, потому что весело. Ну в принципе, еще самый важный праздник, их два, это 15 августа происходит Обон. Это праздник усопших, когда делают маленькие лодочки, фонарики и отправляют их по реке, чтобы проводить усопших. И также последний праздник, который вы, возможно, все знаете, слышали эту легенду, это 7 июля, Танабата, праздник Орихимэхи Кобоси. Это тоже два божества, которых на русский язык перевели как Ткачиха и Валапас. Существовала на небесных полях Ткачиха, которую звали Орихимэ. Она ткала облака, которые плывут по небу. И как-то раз она ткала облака и увидела, как мимо идет прелестный юноша с быком небесным. Бык тоже один из священных животных, почитаемых. И она его увидела и влюбилась. Перестала ткать облака, облаков не стало. И ее отец решил, что раз уж она не может никак сосредоточиться на своей работе, то, наверное, ее надо выдать за него замуж. И он выдал ее замуж, и они были так счастливы, что только и занимались, что развлекались. Она перестала ткать совсем, а он отпустил своего быка, и он бегал вокруг и причинял, в общем, неудобства. И было решено, что раз уж они не могут нормальными быть членами общества, то нужно их, значит, разделить. Их разделили Млечным путем, и звезда Орихимея находится с одной стороны, а Хикубоще с другой. И они не могут видеть друг друга только раз в год. Только 7 июля они встречаются один раз. И они встречаются только... Это праздник звезд, праздник влюбленных, и они встречаются только тогда, если в этот день хорошая погода. Если вдруг в этот день плохая погода, то они не видят Млечный путь, этот мост, и они не могут по нему перейти друг к другу. И поэтому все всегда молятся, японцы, чтобы в этот день была хорошая погода, чтобы они встретились. Если у них не получается встретиться, все грустят. Вот. В принципе, такие праздники есть. Есть еще много праздников, но мы уже с вами заканчиваем. В принципе, самые основные я вам рассказала. Я думаю, что мы можем тут закончить, но если вдруг у вас есть вопросы, вы можете их задать, я с удовольствием отвечу. Спасибо вам большое, что послушали. Да, конечно. Когда усопшим родственникам ставят ядру на стол, с ней потом что-то? Выбрасывают. К сожалению, с ней потом ничего больше не сделаешь. Но, да, специально так варят, чтобы хватило всем, и даже усопшим родственникам им складывают, а потом ее ликвидируют. Вот. Ее потом нельзя никому отдавать. То есть, например, если у вас есть котик, то ему нельзя ее потом отдать. Надо выбросить. Да? Если сами японцы произошли, он тоже из-за императора, то, пожалуйста, откуда тебе и гайзины? Гайзины? Ну, они были. Они не от императора, видимо, сами, может, от неандертальцев. Японцы, если честно, японцы очень вообще не рассматривают этот вопрос. То есть, они такие, мы произошли от императора, другие люди, ну, они есть, но они не от императора. Вот. Так что, к сожалению, в синтезме, наверное, нет ответа на этот вопрос. Но можно поискать. Да? Синтезме являются демоны, действительно. Тут, кстати, даже книжки есть, я видела. Нечисть, призраки, действительно, они существуют. Это они, юрей и прочие, можно сказать, плохие. Но, как мы уже выяснили, плохих не бывает. Это тоже, на самом деле, камни. Просто некоторые камни произошли от природных явлений, а некоторые, например, от человеческих эмоций. И, например, эмоция кого-то напугать могла спровоцировать рождение камни, духа, который вот стал теперь пугать людей и считается нечистью. На самом деле, как таковой нечисти особо и нет. Существует вот эта скверна, смыв которую себя, вы можете спровоцировать появление нечисти, но это только вот от скверны. И очищением занимаются буддийские монахи, чтобы такого не происходило. А обычные йокаи, всякие демоны, про которых вы могли слышать где-нибудь там в аниме, тоже в фильмах часто это есть, то они неплохие. Они просто, например, как наш домовой, они могут пугать, шалить, но не вредят специально. Я думаю, что, наверное, мы можем заканчивать. Да. Да, давайте заканчивать. Всем спасибо большое, что пришли. Надеюсь, было интересно. Книги, конечно, можно посмотреть. Можно зайти потом в архив библиотеки и посмотреть, какие у них есть книги и взять, почитать домой. Субтитры создавал DimaTorzok